С составами разбираться, потому что это все-таки более интересно, чем антураж. Про антураж рассказывают швейцарский антураж коллеги Артем Шмельков и Кирилл Пупшев. По-моему, делают они все здорово и замечательно. И мои реплики по поводу голландских болельщиков уже, наверное, не актуальны, неинтересны. Наше дело с вами футбол смотреть. Итак, смотрим и анализируем, что здесь мы с вами наблюдаем с первых минут. Наблюдаем расстановку, которая у голландцев 4-1-2-3. И у итальянцев 4-3-2-1, так называемая Альберо Ди Натали. Так называют это в Италии. Такой игровой вингеров мирового футбола. Нет, Буфон не позволит. Не позволит Руду Ваннистелруя себя перебороть в этой. Натали здорово входит в штрафную площадь, прострел на луку Тони. Момент был у сборной. 30 лет, то есть ему за 30. Но вот видите, как раскрылся этот футболист. Приглашали его. Он всегда был в обков и луку Тони как раз вот сейчас ведет борьбу за позицию. И Матисон толкает его в спину. Штрафной пробьют на скамейке запасных. Фабио там нужен. Просто как вот такой человек, который попадает. Я вообще не помню, когда он последний раз выходил на поле. Грубовато сыграно в центре поля. Ну, разумеется, это Гатту. Фланговый игрок это Джованни Ван Бронхорс. Пятый номер. Но вот по этой позиции вопросов, наверное, не было ни у кого и никогда. С полузащитниками. Интересная схема у Ван Бастона. Итальянцы пока в атаке. Камаранези, Гаттузу. Хороший футбол мы с вами смотрим. Подача Тони. Это был то ли удар, то ли пас на Антонио Ди Натали. Ну, вы знаете, вообще любопытно, что итальянцы пока так... И удар разминочный для Буфона. Непонятно, на что Рут Ван Нистелрой в этой ситуации рассчитывал. Он не готов. Буфон! Буфон! Пенальти! Или что? Момент возникает у ворот сборной Италии. Великолепный у голландцев для того, чтобы открыть счет. Ван Бронкфорстом ему оказывают помощь. Хорошая игра. Пока, как мне кажется, игра оправдывает ожидания. Положить. Но это не мешает голландцам очень высоко котироваться и мечтать о победе на чемпионате. Есть тоже высокорослых ребят, умеющих играть головой. Полно подача в сторону Тони. Это наигранная комбинация. Чуть высоковато направил мяч Андреа Пирло. Мешал. Но здесь, конечно, очень сложно. Матераци поставляет голову. Показалось, что опасно, но Матераци в этом и питательном. Саки оправдывается. Закручен мяч. В сторону дальней штанги. Буфон кулаком играет. Продолжает тукать голову. 1-0. Только было в сайт, по-моему. Нет. Гол засчитан. 1-0. 1-0. Апеллируют итальянские игроки. К нефартовому для них арбитру из Швеции. Гол засчитан. Отправляется судья к центру поля. Голландцы. И подставил ногу. Это не его дело. Смотреть, был там вне игры или не было. Прием мяча. И... Еще раз подчеркиваю. Дело не в симпатиях к Италии. Голландцы. 4-4. Пас на левый край. Слева набирает ход тот самый Иван Бронхерс, который только что выбивал мяч из своих ворот. Каут. Скидка блестящая. Браво! Вот здесь нет никаких вопросов. Браво! 2-0. Гениальный гол сборной Голландии. Марко Ван Бастен. Браво! Все. Вопросы сняты по поводу судейской ошибки. Это просто класс. Ну что ж, вы довольны? Вы смотрите чемпионат Европы. Он начался, господа. Один тренер. Динаталья. Удар! Вандерсар на месте. 0-2. Ох, тяжело. Италья. Весь кайф от этой комбинации. Ну не весь, но много этот гол потерял телевизионным. До чемпионата мира вне игры. Булан не Стелрой. И сложившаяся ситуация и попали на чемпионат Европы. Ох, какой пас изумительный! Это будет сенсация! Если бы не Буфон. Вот вам и оборона сборной Италии. Вот вам и хваленая итальянская оборона без Фабио Каннаваро. Кто-то говорит, что он там за мадридский Реал как-то не так играет. Стелрой и Рут мог оформить дубль. Пока вопросов в сборной Италии нет только к капитану. Команды к Буфону. В чем, где Наталии? Если бы один забили итальянцы в конце тайма, то во втором было бы им полегче на что-то. Вдруг поясняется, что без этого игрока туго. Браво Голландия за первый тайм. 2-0. Ну а гол Снейдера, я думаю, будет повторяться на нашем канале еще очень-очень-очень много раз. Потому что это просто фантастический покрас. Одного из голландских футболистов застал Рудван и Стелрой перед воротами в одиночестве. Тот переправил мяч в сетку флажком. Боковой Орландо Энгелар. Девятый Рудван и Стелрой опасно. Ой-ой-ой. А что здесь было? По мнению арбитров ничего. Тонио Ди Натали. 13-й. Массимо Амбразили. Не фиксируется здесь нарушение правил. 16-й Мауро Камранези. 19-й Джан-Лука Замбротто. 21-й Андрея Пирло. 23-й Марко Матераси. Роберто. Сумели отобрать такие мячи, перейти в атаку. Угловой. Давайте посмотрим за угловым. Подача на дальнюю штангу. Да, здесь придерживали руками центрального защитника сборной. Отличный игрок. Удар по вороту. Да, скорее всего это был удар. Ногой пытался в дальний угол закрутить мяч. Замбротто не получилось. То есть, зрители начали поддерживать свою команду. Но здесь было нарушение правил. И, наверное, будет. Игрок нападения. Вот тут момент у Тони. Удар. Сейчас найдет его взглядом Андрея Пирло. Подача. А может быть удар? Это был удар. Это был удар по воротам. Андрея Пирло способен на такие коварности. Пас вперед. Дель Пьеру офсайд. Вступил в игру Александр Дель Пьеру. Пусть так. Удар по воротам. Ховарно. А сколько у них ударов по воротам точных? Давайте-ка заглянем в официальную статистику. Вы знаете? Угловой. Да, да, да. Как не вытягивал руки вперед сейчас. Нет, не будет бить. Здорово. Красивый финт. Да, вокруг своей оси попытался развернуть. Лишь один удар в первом тайме. И, в общем-то, и все. Удар головой. Хороший. Хороший уход в центр. Между двух защитников. Марко Ван Вастена. Дженаро Гатузо. И его партнером по центру полузащиты итальянской команды. Энгелар. Пас вперед. И неплохой, между прочим, офсайд. Да, напрасно, наверное, все-таки Рафаэль Вандервард. Хасан. Начинает изобретать. Передача. Нет офсайда. Можно играть. Лука Тони. Высший ворот. Вот это да. Момент. Вот вспоминается сразу удар этого состава. Марко Ван Бастен предпочел иметь на замену в качестве усилий. Буквально в центре поля. Вот, наверное, как раз-таки и вот в эти последние минуты. Но давайте посмотрим, чем закончится эта атака. Нужно бить удар. Вандер Сар. Вандер Сар. Блестяще. Дельфьеру. Нарушные правила против него. И вот здесь уже вопрос. Комуп Кюйт начинает не доставать своих. Матер Сар. Гениальная игра. И поднятые вверх руки чемпионов. Он готов. Он борется. Дирк Кюйт. Ну-ка опровергни мои слова о том, что ты устал. На Буфон. И... И все-таки 3-0! Жованни Ван Бронхорф. Человек, который сделал второй гол. Это человек победный гол. Иными словами. После того, как... Личные игроки для этого Гроссо. Вот такой розыгрыш штрафа. Но вот потихонечку подходит. И Гату за какой угол. А! Игарда! С правой ноги перекладину над Буфоном. Гроссо здесь. Удача. Попадает в мяч. Пануччи. И летит выше ворот гораздо. Хитро сыграл на Персии. Но а в сайт. В положении вне игры. Все-таки... Спрасно поднял руку Пануччи. Удар поворотом в Буфон. Потянул Буфон мяч. Или нет? Или мимо в Бару? Ну, какой страшный по силе удар. Посмотрите. Как легко разобрался с тремя. Для тренера чемпионов мира наступает не самая приятная процедура. Но даже здесь мяч не входит в голландские ворота. Что даже путем рикошетов и сложных зигзагов оказалось бы уже куда... Первая за 30 лет. Вот история, а? Ну, что я могу сказать, наверное, чистая победа. Чистая победа. По всем статьям голландцы превзошли. У итальянцев. Все у них получилось слаженно. А, в общем, забитых мячей. Да, не забывая о тех, кто много...